Во имя Отца и Сына и Святого Духа Евангелие от Матфея, 20 глава, 16 стих Так будут последние первыми и первые последние, ибо много званых, а мало избранных Достаточно, чтобы один стих просчитать и на всю жизнь Первое, последнее, кто первое, последнее? Я зато узнал, в первую очередь тот, кому возмещено Слово Божие, Иудеи Последние язычники Язычники приняли Христа, стали первыми, а они распяли, остались последними И в жизни так же Мы сейчас прочитаем такие места, которые заставят задуматься И мало того, страх поселит в душе Являются эти тем, которые имеют уверенность, что я буду там Если этого верности нет, то ничего еще нет А мы говорим, это только сектанты говорят, я спасенный Слово Божие говорит об этом Мы привыкли, чтобы гладили, по-хорошему не получается Мы пришли к врачу и говорим, здесь у меня травма была, загнила Но только не режь Как не режь? Это же гнилье одно А по-другому никак Вырезаются? Вот представьте, что никто не определял, какие женщины рождали Но определенно говорится, что рожденные женами выше его никого не было Кто это такой? Ян, претеща Христов Ну уж если из рожденных женами вообще не было Ни рожденных, ни раньше, ни позже его А какой он был? Он гладил по головке, когда приходили Люди идут, приедут к окрещению После этого нас как раз поискрещаем Перед самым уже отъездом У нас еще заново вычисляют и не допускают Так у нас еще только год шли занятия А в университете занятия от 3 до 5 лет подготовка шла И после этого еще 50% подпадут будущие крещеные А почему? Я искал этот ответ Я его нашел здесь Избрания не было Человек своими силами пытался, а избрания нет Избрание Это решимость До конца быть верным Богу И даже не так будет поступать У него другие желания Вот я разговаривал с людьми, с теми Которые думают, что они все знают У них понятия никакого нет Ну ни с кем-то я говорю, а со священником одним Я говорю, вот у меня обращение было как у Савла Человек верующий, родился фарисея от фарисеев По правде законы непорочны И что делал? Хватал христиан Христианок Тащил в Иерусалим Пытал Добивался отречения А он был избран Избрание наступит В действие вступит позже И мы об этом сейчас просчитаем Когда начинаешь вникать слово Божие Это царкование святого Златоуста Как же с волос дымом станет А я являюсь ли таким? Вот пример Кто Духа Христова не имеет, тот и не его Римлян 8-9 Мы идем домой Один из ваших братьев говорит Ну а кто мне должен сказать Я имею Духа Святого или нет? Или я сам должен определить? Понимаете, это вопросы серьезные Однажды выходим из занятия Я говорю, следующее занятие будет Тема такая Почему я такой вредный? Меня он спрашивает сразу Откуда я про вас все знаю? А при чем тут я? Ты про себя? Я про себя рассказал в книге, написан Какой я был? Так это я о себе О себе и так Замолк, больше ни разу не подошел Вот наше рождение Рождение это освящение Духом Святым Человек родился для Бога И об этом узнают не соседи только Весь мир узнает Ну говорят обычно Что если человек Обратился к Богу Какая-то беда была Бросили все А эти люди подсуетились Помогли И ты к ним пристал У Павла не было У него все в руках было Он близкий был Генеральному прокурору Доверенное лицо Идет в Дамаск У него охрана Все есть Нет только Примирения с Богом Для этого надо Чтобы Господь явился А вы можете сказать Когда явился Павел мог сказать Я могу сказать 27 сентября 1962 года В 17.00 Меня родной брат говорит У меня такого не было Я привык ходил Но потом вот так вот было В это время передо мной Все открыто 100% здоровье Море Там проверяют И пара камеры И как хочешь Дальше Деньги Главное это деньги Деньги Выше этого нельзя заработать С выходом за границу Высшее мореходное училище Передо мной все двери открыты Знание нескольких иностранных языков Но никто не видит Что у меня внутри У меня пустота Я сегодня умру Это надо мне В это время я занимался На семи языках Самостоятельно Я вижу уж такая пустота Которую Не заснешь Меня никто не уговаривал Я только знал Что у Бога Где-то Скрыта эта книга Но я ее не знаю Как ее найти Я просто рассказываю Павел о себе подробно Рассказывать не один раз Как он был Это не должно рассказать Об этом У меня два пункта было Которые я любил Любил бабушек Они непрекаянные А тем более Где я на квартире жил В Барнагуле учился Когда Она сидит где-то Просит Ее родные выкинули У нее нет А у меня тоже Ничего нету Но я сегодня Пустота Кормлю маленько И в конце концов Она пообедает Бабушек любить Скажите И юноши Молодых Кто бабушек любил А чтобы как избирают Молодые Я скажу Буду вам Прочитайте Бытие 6.2 Сыны Божьи Стали Можно открыть даже То сохранить Тогда Сыны Божьи Увидели дочерей Человеческих Что они красивы И брали их себе Жены Какую кто избрал Избрание у людей было Какие Это особое поколение У немца было Там Геннегим Занимался Отдельно По всем параметрам Женщина Рост Какой гимнастика То есть Улучшить породу А потом Ну а потом Ясно дело Что они должны Забеременеть И уже 200 тысяч Было перед концом войны А теперь-то все по-другому И они уже родились такие Теперь их везде преследуют У Бога не так Если Он избрал То уже никто не помешает Здесь люди избирали А где эти люди Красивые Потоп Это люди верующие Сыны Божьи Полюбили дочерей Комсомолок Жилились на них Все под корень Нет ничего А люди которые Может были Не такие красивые Где они Мы сейчас увидим Где И как Бог избирает Я скажу Несколько мест Еще ладно Пока Бытие 13-11 Потом 18-19 169 раз Говорится об избрании Избрание Сокрытое И он сам человек Не знает Когда Саул Однажды Сделал Не так Как Бог сказал Бог сказал Жди когда Самуил придет Принесет жертву И дальше будет сказано Он говорит Народ Тарасской У вас будет цели Литургии нету Один по одному Со двора И он говорит Тогда будет литургия Давай я в алтарь зайду Это я образно говорю На сегодняшний день И он так и сделал Только принес жертву Народ остановился Жертву приносят И в это время И является Сауил Что ты сделал Да я хотел как лучше Бог отнял От тебя царство Богу не нужно 99% Всем умом Всем Всей Душой Всей крепостью Всем разумением Когда любили мы так Господа Про себя каждый скажет Когда мы так любили Вот здесь начинается Испытание И кто Айди до Мнисея Тот какой есть муж У него семь сыновей И я скажу Он идет Ну он понимает Если над царством Значит должен быть Как Саул был Выше на голову Всего населения Красавец Смиренный Кроткий Все под корень Вырубил Господь За одно дело И второе рядом будет И здесь Что у него бывает Он по одному сыновей Приводит Старшего Конечно старший Более уважаемый Ему и в наследие Больше приходится Он посмотрел Нет Второй Третий Пятый Шестой Седьмой Бог не так смотрит Как вы Вот в фильме Не знали Как показать Они посмотрели Два у них Так как бы Лыжи Их испетятся И они Перекресли И сместились На одном У тебя Кто есть Да есть Там мальчишка Пасет Ну что вас его спрашивают Не будем Не будем Обедать Пока я Не увижу И когда Пришел Господь Сразу Сказал Это он Будущий Царь Он Ничего Этого Не знал Но у него Был музыкальный Талант Он Сам Арку Настроил Сам Играл Это сгодится Гонять Беса От правителя мира Это так Будет Хотя Его уже признал Негодным А он Подожает Царем Царь Просто Царству Не отдается Человек Намертво Стоит Цепился И здесь Мы видим Что случилось Он Не просто Помазал Кисточкой А возлил То есть Елей Тек По всех сторон У него бороды не было Елей Говорит Встекающий На бороду Воронова Вся одежда Все было Почему Обилье Благодати Божией И дальше Мы видим Как постепенно Делается Известным Наконец Битва Кто первый Захватит Город Иерусалим Дождь отдам За него Он Оказывается Везет впереди И дальше Будет Самый Ненавистный Для них Вот Как Избрание Божие Ему Никто Не может Помешать А оно Будет Выполняться И это Бог Сказал Православная Вера Должна Ищет Потому что Нет Проповеди Но Господь Ее Хранит Все Новые Новые Люди Поднимаются Начинают Свидетельствовать И Наш Интернет Сообщество Вас Тут Только Мало Кто Такого Сообщества Больше Нет В интернете Что православное Так знали Писание Святых Отцов Каноны Церкви По форме Одетая Правила Какие Почему Господь Пробуждает Пробуждает И Просто Характеристику Сегодня там Дает Двоим Нашим Священник Патриархийный И Редко Когда такое бывает Почему Слово Божие Изменяет жизнь Человека Полностью И вот Если Господь Благословит В этих людей Вы увидите Послезавтра И дальше Мы считаем 24 22 Матфея Я Особое внимание Уделяю На избирание И Как это Относится К нам Когда оно было Если было То когда Я могу сказать Я в этот день Обратился Только В корабль Пришел И в первом Я не могу Я хочу молчать Уже нельзя Я сразу Горжуем Неправильно И уже к утру Не капитан знал А караван Корабля И в море знали Ладкин Сошел с ума Такая перспектива Была И все Под корень Почему Бог коснулся Я видел Все это шелуха Она ничего Не стоит Если ты Бога знаешь Поэтому Все остальное Даже мелочи Нельзя назвать 24 2 И если бы Не сократились Все дни То не спаслась Бы Никакая плоть Ради избранных Сократятся Те дни Даже сказать страшно Дни Которые Бог Занарядил Которые будут Над всем миром Но ради избранных Как Он любит их Ради Израиля Нет Ради России Нет Избранных А сколько их Мы сейчас увидим Проценты совсем маленькие И вот Ради их Если избранные есть Бог все меняет И погоду делает Другое И врагов делает Мировое событие Воцарение Антихриста Когда ни продать Не купить Нельзя будет Без особой Метки Сегодня уже Можно догадаться Защипирован Показал Прошел Получил Вплотную подошли Но ради избранных Дни те сократятся Почему мы сегодня Ради избранных Если их знаем Не можем сократить Себя в чем-то Вот посмотрите Рожденные Женами Самый великий Иоанн Креститель И вдруг Люди приходят Креститель Ну вот Молодцы пришли Нет он Порождение Ихильнины Сегодня Еще Сказали Да какие же Это змеи Приползли Кто Внушил Вам бежать От будущего гнева Молчание Не говорится Что он один раз Сказал Значит Это повторялось Может сотни раз Это единственная Его проповедь Которая осталась Второе Он сказал Христу Мнили Крестить тебя Я не заставил Разрезать ремень Обуви Это означает обувь Из кожи Так я не могу понять Как ты умрешь И что будет Смысл какой заложен Об этом И здесь Сказано было Я посылаю вас Как овец Среди волков А кто волки Волки могут И своих быть Торгаши Могут быть Дальние Сектанты Коммунисты Фашисты Масоны Волки Запомните слово Одно волки Но когда апостол Павел Прощается с паспой 22-29 Мы об этом считаем Деяние апостола То он Прощаясь Перед этим Призвал Епископов Священство И перед ними Его слово Последнее Вы меня больше не увидите Я иду Иду Где я бываю В какой проповеди Говорю Все говорят Тебя нарисуют скоро Тебя заберут скоро Ты будешь там И больше не вернешься назад Даже Агап Был такой Прямо Зашел в одежду Я не знаю Чех пояс Они распоясывались Чтобы снять одежду Она была с поясом С тебе руки связал Кто хозяин этого пояса Его свяжут Он даже не знает Дочери у Филиппа Пророчецы И они говорят это Все И тогда Павел говорит Прощаясь с ними Из вас Восстанут люди Из вас Из верующих Потому что не православные Там еще и слова этого не было Которые будут говорить Превратно Чтобы увлечь за собой Как лютые волки Не просто волки А бешеные Там волки все Перечисляются А здесь написано Лютые волки Так это Господи Перед тобой уже церковь Это Все самые лучшие люди Собранные здесь Которых избирал народ Священников избирали Пасла избирала Тем более Епископов Никто Восстанут лютые волки Свирепые волки Которые будут пожирать Друг друга Павел Ты же обижаешь нас всех Говорят Ты нас обижаешь Христу сказали однажды Не нравилось Теперь мы считаем об этом Еще раз просчитай это место Ну хорошо Уже далеко ушел Просчитаем 24-24 Рядом Матфея Ибо восстанут Лжехристы И лжепророки Дадут великие знамения И чудеса Чтобы прелестить Если возможно И избранных Причина одна Соблазнить Любыми путями Это ты не говори Это ты поласкин Да говори На ласкадости Потеряли все И апостол Павел Называет Лютыми Это лютые Свирепые Бешеные Той как уничтожение Волки А остальные Безбожники Просто волки Вот надо задуматься Сегодня Если он пришел Его приглашают Патриархия Собрала всех людей Все И вдруг бы кто-то вышел И стал говорить Как три слова Владимира Сергеевича Солуева О пришествии Антихриста Как он будет Причать Но в каждом Кто-то найдется И скажет Я не согласен Признай Христа За Бога Тогда поклонимся Тебе Лука 18.7 Бог ли не защитит Избранных Своих Вопиющих К нему День и ночь Хотя и медлит Защитит Защитит Говорит А вас сколько Большинство там Где Бог Он все собой наполняет Вот я вспоминаю Сейчас какие статьи были Все И вдруг В один день приходит Знать еще не знаю За руку меня Мгновенно выкинули Почему Москва Дала два часа Я должен быть За пределами лагеря Я никогда не видел Чтобы так исполняли Я на производстве Меня за руку схватил Прибежал посыльный Не отставай Так у меня там вещи Быстренько Хвати мешок свой Все Осталось там Десять минут Мы Москве должны ответить Что в два часа Сказано было Вы будете за зоной Я начальнику хочу сказать Что буду психопатии Жаловаться Лагерь смерти Сколько жильев Вы убили на моих глазах Оттуда попроситесь Вам дадут пропуск И зайдете в лагерь Если бы мы так любили Слово Божие Сказанное И бились за то Что здесь есть Исполнять А вот здесь Ради избранных Еще раз Это место Прочти Бог не защитит ли Избранных своих Вопиющих Нему день и ночь Хотя и медлит Защищать их Медлит Почему? Чтобы проверить А можно было бы Без гонений Без этих Подставок Которые делают Тебе Можно было Но Господь испытывает Перед всем миром Будет показывать Что дети Его Верят И отвечают За эту веру Каких только Не было пыток Вот считаешь Когда вера, надежда, любовь Матерь София Сыновья Маковейские Это Маковейская Вторая Книга В седьмой Главе Даже не верится Представь Каждый палец Разрубает Режет Кожи Говорит На колесо Большое колесо А внизу Там крепко Закрепленное Что-то Режищее От пики От ножей И видимо Колесо Можно было поймать Выше Тело проходит Но не селегон Захватывает Сколько И с него Стесывает Ну маленько Обобразить Как выжигают Глаза Что дальше Делают Они еще Мало того И смеются Над ними Огонь Жгут Там Все поднимается Сгорает А Агапия Лежит и говорит Дров то у вас нет У отца моего Займите Эх вы Огонь не можете Разжечь Коследует Мало того Еще и насмехаются Над ними Почему Говорили Христиане Это как деревья Они боли не чувствуют Да Бог обезболивает Поэтому никогда не надо думать Сейчас это арестуюсь Сейчас будет гонение Оно может начаться завтра уже Заходы видите Как меняется быстро В один день переворот И все к концу пришло Да будет воля твоя А вот это Да будет воля твоя Мы не знаем Вот к нам едут люди Некоторые допустили Да будет воля твоя Настолько сильно просится И я больше могу не приехать Мы говорим Да щель не готов ты Да будет воля Господня Некоторые уже Которые крещеные едут А некоторые отдельно Чуть попозже Там С юристикой связанные Дальше читаю Евангелие от Явна 13.18 Не о всех вас говорю Я знаю Которых избрал Но да сбудется писание Идущий со мной хлеб Поднял на меня пету свою То есть кому больше всего помогал Он поднял на меня пету Это говорит Давид Псалтирии своей Конечно это тяжело Для меня нет больше радости Как слышать Что дети мои Ходят в истине Ян Богослов И отсюда нет большего огорчения Как у верующих Возвращается в стан врага Или еще что-то делает А Господь тебе это допускает И целованием ли предаешь Сына человеческого Это все было А кто его избрал Господь его избрал Да мало того Поставил банкиром быть А он был гор Дальше Яна 15.19 Если бы вы были от мира То мир любил бы свое А как вы не от мира Но я избрал вас от мира Потому ненавидит вас мир В лесу верующих Неверующих Мирской человек Он считается верующим Разности нету И апостол говорит Что не сомневайтесь Если бы вы были похожи на них То мир любил бы свое Они тебя бы возвышали Смотри какие данные Наши сегодня главного агронома В стране В сельском хозяйстве Президент Поздравляет его И сразу присылает Звездой Героя Социалистического труда Что он мог сделать Большая отара овец Напали бандиты вооруженные И он один сумел отбить И сохранить отару И с сегодняшним президентом В газете печатает Он стоит за руку И его держит И почему Так будет в царстве небесном Сохрани эту отару Ну он бы ему сказал Я что могу сделать Вооруженные Я один Ну видно что крепкий мужик Итак если мы будем стоять На защите Слова Божия Благодарить Бога За все Что нам и не нравится Это его дело Сегодня у тебя все есть А Бог когда допускает В ненужную даже весть В храме Обкрадывает человека Мне несколько человек Обращались И начинают роптать Это испытание Я в церковь не пойду Божий Тут по карманам только лазит Не так рассуди Это не он делает Это сатана сделал Чтобы тебя Отводить от церкви Я сколько раз Он уже говорил об этом Поставьте себе за правило В субботу Обязательно Где бы ты ни был Сходить в храм Божий Поверьте Вы обязательно Будете сожалевать об этом От этого зависит все Уже воскресное Богослужение Уже что считается Возьмите себя за правило Два раза в неделю сходить Даже десятин это нет Господь любит нас И поэтому В субботнем Уже чтении Уже все идет Воскресное Я много раз говорил Вспомните потом Будет время Я бы пошел А идти уже некуда Повторяю Вот это вот был клуб Здесь смотрели кино Здесь экран В один день Его вот переделать И все Сегодня мы это даже Так любить Сказать Господи А может завтра Уже дня не будет Я обязательно Пойду сегодня Мне-то разницы Никакой Не отходите Нет А потому что Разница очень большая Деяние 22.14 12 стиха Некто Анания Муж Благочестивый По закону Одобряемый Всеми иудеями Живущими в Дамаске Пришел ко мне И подошед Сказал мне Брат Сава Прозри И я в тот час Увидел его Он же сказал мне Бог отцов наших Преизбрал тебя Чтобы ты познал Волю его Увидел праведника И услышал Глаз Из уст его Представьте себе Он слепой Ослеп От света Который осиял И он один А там епископ Он перед этим говорит Бог сказал Иди ему Скажи это Крещение Преподай ему В 16 стихе Он говорит Он говорит Братом назвал Брат Сава Что ты медлишь Три дня уже прошло Встань Крестись И омой грехи твои Вот доказательство С сектантом Крещение Правильное Омывается Грехи Встань Крестись Почему? Бог предизбрал тебя Как избрал? Я Сколько? Он сказал Господи Высоешь меня Куда? Гонитель Он из Иерусалима Пришел сюда С ним войско Иди Он уже другой Вот мы у нас Все еще вчерашние Может здесь Мешает нам подумать Сегодня все Может по-другому Впереди была ночь С чем вы пристали Сегодня здесь Вчера было невозможно Мне угрожали А сегодня я вижу Все распалось Нигде ничего нету А куда они делись Эти войска? Ушли И он стал так хвостовать Что его уже боялись Выпустить Убийцы Нанятые В ворота города Караули А теперь в корзинку его И по стене спустили И дальше путь его пошел Дошел до нас Я прошел теми местами Был Где его путь проходил В Греции Конечно там Тропинка другая Может была Но на сердце Думаю Я бы сейчас бросил Всю машину К нему бы сзади Просил Чтобы он взял меня с собой А мы с ним Если вот это будем понимать Как он близок к нам Деяния апостолов Просчитали Теперь Первое Петро рядом Вторая глава С 9 по 16 стих Еще утром Сегодня добавлял Стихи лишние Думаю Полнее что было Но вы род И избранный Царственное священство Потихоньку Вы Все сидящие Сестры Священство Да священники Священство Благовестие У благовестия У проповеди Священный сам Самый высокий Никакой епископ Никакой патриарх Папа Римский Этого не достигает Если он молчит Почему? Рождение Вот я сегодня только встал Я вам об этом говорю И опять Целая семья Мы давно считаем вас Духовным Отцом нашим Родились И хоть бы раз побеседовать Это новые Новые люди С других стран Почему? Нашим там ничего нет Благодать Божия Другой Я вот такой-то был И беда такая случилась Стал искать Как избавиться от болезни И наткнулся на ваши ресурсы Почему? Потому что Сеет доброе семя Всегда Пожьешь, чтоб посеял Тогда День жатва придет Не заменит Пожьешь, чтоб посеял Тогда А рядом Страшное поле Не враг ли посеял Там зло Колючей Опасной травой Как густо Оно заросло Это душа человека И так далее Народ святый Люди взятые в удел Подождите Люди взятые в удел Святой Это ваше название Апостол Павел начинает И говорит Пятая глава Первая коринфа У вас такое блудодеяние Которого у безбожников нету Кто-то с мальчиками живет А начинает Когда говорит Святым избранным Да кто избранный Свихнулся Но он может встать Объявите бойкот ему Такой бойкот Чтоб в храм Видимо не стали пускать Павел говорит Ну теперь Он покаялся Примите уже Он совсем другой Ну считайте Шестая и седьмая глава Кабы не этот человек То мы многого бы не знали О семейной жизни И так Святые избранные Это вы Любезные мои Определите себя В этом звании А то Я спрашиваю батюшку иногда Как этот человек Слеза никакого нету Ну знали Хоть дома Или у него дома А почему же не выходит Ни на занятиях Нигде нет Почему У нас выписано Кровь Иисуса Христа Счищает нас от всякого греха Кровь Не просто кровь А пролитая на голову Не та кровь Которая причищается Хотя это одно и то же И далее Впереди написано Два условия Если ходим во свете Как он во свете И имеем общение Друг с другом Общение друг с другом Иметь Посещать друг друга Делиться опытом Знать беду и радость Это только от Бога Итак Запомните Я не один раз уже это слышал Приходим на занятия Все идет Бог даст Если занятия будут Нет людей Некотого Нет Почему нет Куда-то решили Где-то Это бывает Но один раз Два За всю зиму Я даже ни одного В записи не получил Ни одной И поэтому А если бы занятия вели Да мне бы прислали Да мы кинули Но ведь Это не просто так У меня только на одном канале 81 миллион посетителей Миллион Это больше половины государства Как это? Господь это делает Ваши таланты Раскрыть надо Скажи Господи Я избран Тобой Вот иногда Человеку говоришь А он стоит Кроткий, смиренный Ничего нету Я по нему не стал думать Этому сколько говорил Другому один раз только сказал И у него такая тяжелая статья Он сразу заплакал Встал на колени Я говорю Про тюрьму Сколько людей там Бог нашел Как сегодня пишут Выступает доктор богословик Павел Бочков Юрист Профессор И говорит Тысячи людей пришли Там в разных местах Кто? Бог Это его слово там было Никому не разрешают иметь Слово Мне большую Библию Поменьше вот этой Это Бог так делает Сказали Когда на работе Обыск начался Специально Приходят в военные Все перетерисовать Я пришел Ни проспора моих нету Ни Библии нету А начальник отряда Там Капитан Словак Владимир Васильевич Он Очень расположен был Беседовали Я его увидел Он заметил Что я обещался Я узнал что будет Я сразу к себе Все перенес И спрятал Вот и все А было ли такое Я спрашивал Со священниками Никогда не было Во-первых У нас Библии не было Я следующее сказал Беседовать не буду Когда у меня Библии В руках не будет Я делюсь опытом Это надо сказать Очень полезно Вот у Макбаптистов Как-то были У них некоторые вернулись И говорят Костюм иногда сзади Так вот разрезанный Как Чтобы расходилось За шейки Когда тебя на железное место Или на бетоне Будешь спать И на спину Никогда не ложись Это почки Сразу тебе отпадут А ложись на живот Живот Это кухня Там тепло Я пришел домой Сразу же Где были разрезы Все зашил Маленько пойдем Меня рисовали Как мне это сгодилось Кто бы не сказал Это все правильно Я танцы учил Показано И мы подмислили Какая она была И какая сейчас Это даже совместить нельзя Когда обращается человек Он только об одном думает Как возлюбленному моему Угодить Вот когда читаем Какой стамп Как идет Ну все как есть Это качества Которые присущи Должны быть нам Почему написано Пояс В Новом Завете Мы читаем Откровение Пояс Не внизу А по перстам По груди Христос с поясом был Ангелы в поясах Вот говорят Такой-то человек Сегодня известный Священник Там Отец Андрей Он проповедует Как-то недавно Брали у него интервью И показали Вот так вот Библиотеку И на первом месте В шкафу стоят мои книги Передали ему Да он говорит Хорошо Все А повернули дальше Торговля во все идет Как одетая женщина Брюков Он как будто Ничего не видит Однажды Одна такая женщина Сказала Я исповедовалась У вас батюшка Один грех забыла сказать То есть Смысл какой Ты пока Никуда Я сейчас приеду Он говорит Ловником тебя встречи Через колено ломать Только Его за это Осудили где-то Но уже допекли Лена дальше некуда Вы знаете Это священник Очень популярный Говорит на разные темы Да благословить его Господь Но Соловей поет А все тоже Вот по форме Чтобы так были одеты Как наши сестры Того нет Стоят люди Бритые Там Как будто Никого из них не видит Почему? Потому что Конкретным человеком Если ты где-то хочешь Прийти к Богу Надо потрудиться Во всех областях А как ты соблюдаешь посты А как ты Занимаешься Словом Божиим На Исподи Должна быть Главная тема Двигаешься ты за Бога С Богом или нет Или одно и то же Повторяется у тебя Вчера ты такой был Год назад А где у тебя Дальше-то Движение-то Где духовный рост? Ты благодари Бога Пришел на Исподи Не просто Батюшка прости А поблагодарить Бога И батюшка Крестным знамением Запислить это И как ему это радостно Тут все это написано Мы имеем Священство Духовное Проповедь Первое Петра 2.9.16 Так Прочитали Второе Петра Помоги мне найти Кажется Первая глава Десятый стих Посему Братья Более и более Старайтесь Делать Твердым Ваше звание И избрание Так поступая Никогда не Прикнетесь Избрание Произошло А теперь Делай его Твердым Чем? Жертвенностью Вот А как вы Определяете? Ну Меня вот спрашивают Ну могли бы вы Определить? Сегодня только один Говорит У меня вот такая Беда Я не знаю Как мне из этого Вылезти в состоянии Я знаю самое Хорошее лекарство Притом Стопроцентная гарантия Пока Не было Стрелы Приезжай ко мне Будем жить вместе В одной комнате Стали жаловаться В нашей общей медицине Опять запил А у него Мать больная Наша старшая сестра Сразу мать Мы за ней будем Ухаживать А ты брат Тебе что сказать Да сказали ко мне Перейти Ну и переходи Он перешел Так договариваемся Сразу Полное подчинение Со мной вместе Встаешь Ночью Днем На производстве Так и работаешь Питание Которое у меня Я даю даром Но питаемся Мы из одного котла Считаем вместе Слово Божие Вместе будем плакать У него проходит Четыре дня У меня как будто Я сроду этого не было Отпустите меня домой Я говорю Мы договорились на неделю Ну побудь Да я уже никак нету Ну побудь пожалуйста Хоть твое имя означает Никто как Бог Есть такое имя Человеческое Переводится Никто как Бог С еврейского Знаете какое? Михаил Никто как Бог С тобой Но ты еще не окреп И поэтому Такое лекарство Я нигде больше не слышал А почему Ничего не надо Без выдумки Как есть Ложиться будем вовремя А ты на работе Будешь работать Ко мне приехал батюшка Тесть нашей сестры Священник Отец Павел Ну Габариты такие Что надо позаботиться О здоровье И он у меня посердился Прошло я сейчас Не могу сказать Сколько Месяц с чем-то На три дырочки Пояс утянул Пошел работать Таксистом Потом на стройку Пойдет Ломать хлеб Больше ничего нету А то болезнь у меня Давление Я ни разу давление не мерил Не надо Давление отсюда идет Туда Я говорю О людях Которых вы знаете Можете проверить Домой поехал А своя даденька Стала его опять любить И опять вернулась на то же Твердое звание Я избран Богом Я не могу это сделать Ни вовремя Не могу Сделать куда-то Отправить средства Это я не могу Пока здесь мы не выкупим Из плена брата нашего Они приняли его И требуют выкуп И Бог В этом году нам позволил Это чудо совершить Господь Вырвал оттуда людей В одну ночь потребовали Миллион И к утру он был Это не выскажешь Сколько было радости Пришли Радуются Стояться Слезами Поэтому Свидетельствуют Свидетельствуют намного Больше Чем слова 2.18 Яков говорит так Покажи мне веру твою Без дел твоих А я покажу тебе веру мою Из дел моих Из дел Итак Кремлинам 9.11 Вот теперь Вот теперь Когда трудная обстановка Господи У меня в избранной Запиши Какая у меня охрана От тебя будет Вот это самое главное Быть Родиться свыше Быть избранным Вот я говорю Говорю Мне принимают Почему Я годами об этом думал Считал Везде И наконец нашел ответ Он не избранный А от него зависело Ваше избрание Господь избрал Прежде бытия мира Еще может быть Миллионы лет было До возникновения земли А мы уже были избраны И у Бога Вот это все было известно Избрание Сейчас мы посчитаем Как Дальше Кто отлучит нас От любви Божьей Теснота Или теснота Ой Скорбь или теснота Или гонение Или голод Или нагота Или опасность Или меч Как написано За тебя Умерщвляют нас Всякий день Считают нас За овец Обреченных на заклание Но все Сие преодолеваем Силу возлюбившего нас Ибо я уверен Что ни смерть Ни жизнь Ни ангелы Ни начало Ни сила Ни настоящее Ни будущее Ни высота Ни глубина Никакая другая тварь Не может Отлучить нас От любви Божьей Во Христе Иисусе Господе наш Знаете Какие слова Всего ничего Несколько слов Почему же так Редко слово Божие Берете в руки Верующий спрашивает Ну какой Библия А где Библия У жены спрашивают Да Ты когда-то ее считал Последний раз Она на столе называется Со стола ее не убирай Куда идешь Возьми большой вариант Чтобы видно было Ты с Библией идешь Какие чудеса Бог делает И ты прочитаешь Это про меня написано А вот это вот Тоже когда я таким был Совершенно не знал Бога Я вот Просматриваю Сколько раз Меня Бог касался Пока я не обратился Притом Не слово Божие было У меня как в жизни было Я просто делюсь опытом Нигде каких-то божеств Их не было Ни одной не было Я слова Евангелия не слышал А бывали маленькие Баршульки Атеистические Там священник Тоже тогда был такой Александр Александрович Осипов Профессор Ленинградской академии И там Какие-то слова Две цифры стоят И дальше он говорит Приводит А которые слова Приводят и нападают Я не знаю Другим показываю Смотрите Вот эти слова Эти слова Не опровергнут Я ничего не знал Поэтому Я всегда покупал Два экземпляра Потому что С одной стороны бывает Божественные слова И в другой Я эти вырезаю А с другого Который другой Начинает заклеить И у меня маленькие Баршюрки такие Были составлены Скажите Дело у вас Или нет Было у вас Это или нет Я искал И когда Евангелие положили На стол Пообедали Я не могу дождаться Когда они выйдут С обеда Склонились Я встал Абсолютно другой Я пережил Это и советую вам Вот это избрание Если оно есть Я припоминаю Тогда как с братом Жили Как он обманывал Родителей Как было Все-все А я люблю Мне нельзя сказать Мать спрашивает Вон взял Я стою Плащ Она видит А сказать не могу Я его люблю Ничего не знал И вот на этом Что Господь показал Знание языков На языках Понимаем Это Господь Вторая глава Деряния апостола На молитве были Но не больше 25 минут Подробно Дальше 9.11 Ибо когда они Еще не родились И не сделали Ничего доброго Или худого Дабы Изволение Божие В избрании Происходило Это говорится Знаете Яков и Иса Два родные брата Двойняшки Ну еще дальше Почитает Еще не родились А уже Бог Говорит Один избранный Ну Не одел Но от призывающего Сказано было ей Больше Будет в порабощении У меньшего Как и написано Якова я возлюбил А Иса Возненавидел Понимаем Когда считаешь Это Господь Ты справедливость Ты истинна В последней инстанции Когда не родились Одного я возлюбил А другого возненавидел Что Не так лежал В утробе матери Или что-то Дело в том Что Бог знал Как он будет вести У Иса Во-первых Отец за него Все время Он отца Подкармливал Вот который Бегает баран Здесь В засаде Сидит у нас И тот который В горах Мясо разное Потому что Ты тут кое-что Даешь Что-что Пересохшее Там комбикорм А там все Естественное И он ему Приносил Такую пищу И кормил ею И он говорит Я благословлю тебя Покорми меня сначала А в это время Вы знаете как Он был волосатый Мать шкурками Обложила Ему Подошел Он говорит Руки Иса А голос Иакова Он ослеп Как он боролся Мать за него стояла Благословение В чем оно выразится Это неизвестно И наконец Однажды Ничего не поймал А не знает А вот у тебя что это Ну вот этого Красного Он не знал Как Чеченицу назвать Сейчас говорит Продался за Чеченицу Поговорку Вошел Вся в мире Вот этого Красного Дай мне Он говорит Первородство Дай Да зачем Он у меня Первородство Когда я умираю С голода Забери ты его А потом Какая будет Больба И ничего не сделать Где и савряне Турки А избранный Это иудейский народ Ты хочешь быть благословенным 12-3 бытия Чтобы у тебя нормально Было с техникой С сыновьями Совсем Никогда Не злословь Народ Божий Име 12-3 бытия Вот когда меня спрашивают Как Вадим Мы такой гигантист Сумели сделать Вот здесь Это невероятно Это невозможно Бог Потому что я все время Благословляю эту нацию Чтобы они познали Христа истинного Которого их предки Не приняли И далее Что же скажем Неужели не правда у Бога Никак И Бог говорит Моисею Кого милует Помилует Кого жалеть Пожалеет Заметим Никак Слово Никак А вот в английском Я считаю Что кто знает Там есть Год побит Бог запрещает Два слова стоит Бог не прав Может Бог запрещает Так думать даже Но не в утробе Не твоего ума дело В вечности все откроется Но он в утробе Господи Ты же правил Ты все делаешь Как надо Прими как есть Не зацикливайся На этом вопросе И поэтому Ты почувствовал Ты избран Сядь сегодня Не завтра А сегодня И напиши Когда тебя Господь касался Я вот себя помню Примерно два с половиной года было Отец вернулся с фронта Запечатлелось Как я заскочил на печку Испугался его А уже в четыре У меня была тяга Где-то скрыться И помолиться Вот с какого возраста Ты можешь сказать Что-то у тебя есть А ты позже пришел Позже Самый позже Пришел Стал Павлом Еще Все так Ну и еще Галатом 1.15 Это Павел говорит Меня Бог предизбрал Теперь Когда он пишет Галатом Сейчас Медленно Прочитайте еще раз Другой возможности Может не быть В вашей жизни Это такое могло быть Дальше Потом Спустя три года Ходил я в Иерусалим Видеться с Петром И пробыл у него Дней 15 Другого же Из апостолов Я не видел Никого кроме Якова Брата Господня То есть его попрекали Ты Христа не видел Ты нас учишь Или нет Он говорит Я предложил ему Я пропеду язычникам Люди обращаются К Богу Русские Татары Киргизы Это как Признали Что действительно так Нужно было тогда Моносить Считали что Небо Только евреям принадлежит Это пишет Галатом Бог Он говорит Предизбравший меня Павел Ну ты пошел в 30 лет Раньше 30 лет Учительства ты не мог Да 30 лет Ты сколько крови пролил Избрал меня Господь Я пришел позже всех Ефесян 1.4 Сейчас закончим Так как Он избрал нас В Нем прежде создание мира Чтобы мы были святы И непорочны Пред Ним в любви Заметьте Еще раз Почти это место Он избрал нас Верующих Так как Он избрал нас В Нем Прежде создания мира Смотрите Когда Господи Да еще пыли на вселенной Не было Ни одной молекулы Не было Мы были избраны Нам Бог открыл Что сегодня Там Какое число Второе Допустим Июля 2023 года Воскресенье Мы это прочитали Даже как-то раньше Не замечали Он избрал нас И кому Он пишет Языщникам И дальше Предопределив Помоги нам Господи закончить Эту жизнь С этой книгой В руках Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Аминь Аминь